доброго времени суток как и обещал обзор приобретений за последнюю пятницу на барахолке и в магазин что приносили начнем потихонечку значит вот такой чемоданчик взял на барахолке министерство станкостроительной и инструментальной промышленности ссср гном слесарно-инструментальная машина не понятно какого года но ссср что мы тут имеем чемоданчик с ручечкой тяжелый караул фланги коробочка с инструментом подключение к шлангу всякие фрезы ключики в общем много чего даже инструментом щеточки переходники под размер вот такая машинка из ссср закручиваем советские розеточки все в идеальчике такое чувство что и даже не пользовались включили сюда прикручивается с одной стороны шланг сюда вставляется ручка держатель вороты регулируются выключил все но я думаю когда я с ним разберусь я еще сделаю видео как им можно работать ну что вы классно то сюда вставляется крепится замечательное приобретение для домашнего использования я думаю такие уже в таком состоянии немножко тяжеловато найти цена знаете даже не буду называть чтобы никого не расстраивать очень дешево ну просто не поверите за сколько поэтому зачем расстраивать сейчас как-нибудь в пикню все есть вот такой станочек так дальше это на барахолке его взял то мне принесли вот такой проигрыватель что мы имеем мы имеем made in united kingdom кумару солару колару 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 скорее всего да kingdome значит я его подключал было интересно значит идет Розеточка, вилочка точнее, да, и вот так вот провода непонятные. Такой штекер на три пептика. Врубаем. Заработал, то есть работает, скорости переключаются, всё в порядке, всё замечательно, но ставил пластинку, ставил иголку, от иголки слышно идёт звук, всё в порядке, полуавтомат работает. Всё как бы замечательно, балансир, всё великолепно. Пытался сюда подсоединить динамик и на эти два провода, так, сейчас его выключу, на вот эти два провода, рабочий динамик, этот пытался с этими как-то контачить динамик, так, в общем звука ноль, звук не идёт. К сбоку здесь есть вот регулировка, мне кажется это громкость, ну, мне так кажется. Чего она не отщелкивается, может не громкость, не разбираюсь, в этом надо будет. Мне кажется, что может быть это всё-таки в усилок вставляется, да, и уже с усилка идёт на динамике усилитель, да. Этот зачем? Как радиопровод такой, типа как антенны, но приёмника в нём нет. То есть непонятно, кто-то если сталкивался, подскажите, что тут куда и чего попробовать сделать. Не хочу пока миссего разбирать, то есть попробую пока так разобраться, но мне кажется проигрыватель интересный. Если напрямую на динамике, то может быть монофонический, да, то есть моно на один динамик, но не работает, может всё-таки придётся лезть внутрь, смотреть. От иглы звук идёт, то есть пластинку ставлю, иголочка всё чётенько едет, всё замечательно, не скачет, не скользит, просто шикарно. И звук идёт, то есть слушал песню. Но, к сожалению, к динамику не получилось подключить, будем разбираться. Мне его принесли, то есть бесплатно мне его отдали, человек очень много принёс мне, не буду называть кто что, но вот такая приятная штука. Так, этот же человек принёс мне к нему, очень интересно, сейчас передвину всё, чтобы она мне не мешала. вот такая коробочка, остатки надписи «Мелодия». Тут вот группа «Дра-та-та», «Мне-да», в общем, 80-й год монастырёв, в общем, остатки каких-то записи. Ещё мы тут имеем. Первая израильская, типа пластинка, но пластинки нет. «Алла Пугачёва», «Поднимись над суетой», «Мелодия». Все пластинки в данной коробке такое чувство, что их даже не слушали. они в идеальнейшем состоянии, без пыли, без грязи. То есть такое чувство, что привезли, и так оно в коробочке и пролежало. Давайте все вместе. Две пластинки. Восемьдесят седьмой год мелодия. «Сёстры Берри», «Тумба лалайка». Что-то было два рубля пятьдесят копеек, два шестьдесят три, девяностый год. Пыль есть, но такое чувство, что действительно реально не играли пластинки. Еврейские народные песни в обработке Гольдина Светлого. Восьмидесятый год мелодия, восьмидесятый год. «Си деталь» на еврейском языке, из концертных программ. «Шалом Алейхем», «Штейнбарг», «Нугер», «Рубинштейн» – все наши люди. Московский опытный завод «Грампластинок». Год непонятно, цена рубль сорок пять. «Апрельский орден Оленина завод «Грампластинок». Поёт Зиновий Шульман «Еврейские народные песни». Ещё одна такая же. Одинаковые пластинки, да? Да. Одно и то же. «Майнгейм» – первая сторона, первая. На, две одинаковые. «Марина Гордон» на еврейском языке. Уникально. «Коробочка». А в коробочке пластиночки. Леонид Утёсов. Записи сороковых годов. «Дорога на Берлин», «Шёл старик из-за Дуная». «Леонид Утёсов». «Леонид Утёсов». «Маршерская» на фирме «Веселые ребята». В общем, получается, у Леонида Утёсова три пластиночки. Один такой вкладыш. «Концерт» на площади Шлоу, 9 мая 45-го года. «Ленградский завод», 1977-го года. Замечательный такой наборчик. Я думаю, такие наборчики уже трошки тяжеловато найти. «Для вас, женщины». «Для вас, женщины». «For you, woman». «Обручальное кольцо, малиновый заслышан голосок». «Весенние поздравления, вокруг любви». Замечательно. Еще одна пластиночка. «Миллион роз». «Для вас, женщины». Замечательная. Состояние просто… просто замечательная Марк Бернес, две пластинки Леонид Утёсов на концерте Мелодия восьмидесятый год, рубль восемьдесят пять Всегда с песней Танго-танго, Йосиф Кобзон Поезд идёт всё быстрей Эстрадные песни поёт Иван Шмелев Мне бесконечно жаль Осенний вечер, вот солдаты идут Ладно, в общем Вот такой приятный принос от моего клиента Всё это потом почистим, протрем и запустим на прослушивание Поехали Значит, это взял на барахолочке У меня уже один такой есть Попался ещё один В упаковочке Целенький Замечательненький На этом, правда, не стоит год Нету таблички По-моему, двадцать шекелей я отдал На барахолке Да, двадцать шекелей Тарелочки Ну, вроде бы, как простые Но, видно, что не очень простые Кто разбирается, понимает Тарелочки старенькие Но самое интересное сзади Как всегда Это мы понимаем, да? Мэйд ин Украина Буди Второй сорт Что у нас происходит Тарелочки Времён СССР Экспортный вариант Толстые тарелочки Потрясающие Тяжёленькие Шесть тарелочек За пять шекелей Всякой ерунды Естественно Понахватывал Знаем, да? Кастаньеты Что-то мне Взбрело В общем Взял За пять шекелей И тут Цена стоит Четыре двадцать евро Непонятно Чего Откуда В общем Психонок Как говорится Кому-то из музыкантов Подарю Три мелькёровые Ложечки Десертные Три за пять Так Телефоны Это мне Принесли Просто Открывачка Вена Просто Бирочка Без цены Беру Вот такие Сувенирчики Открывачка Израиль Из старых Вариантов Халамид Тель-Авив Замечательная Вещь Взял Кассету ТДК В старых Времен Три пятьдесят Шекеля Стоило На сегодняшний День Это доллар Вот На барахолке У человека Хороший Человек Такой Приятный Продавец Всегда У него Что-то Интересненькое Я нахожу Он сказал Пять Я даже Не стал Торговаться Взял За пять Хотя Я их Обычно Пару Штук За пять Беру Очень Приятный Продавец Я ему Пять Отдаю Она говорит Подожди И Дает Мне Также В упаковке Видеокассету К этой За пять У меня Получилась Видеокассета И Аудиокассета Так что Спасибо Продавцу Беру Такие Вещи Мисбаха Обычная Пластиковая Ничего Ценного Ничего Интересного За два Шекеля Браслетик За два Шекеля Тоже Такой Просенький Сова Монетка Рука Цветочек Какой-то Никакой Ценности Не представляет Но Просто Понравился Взял Кому-то На подарок Подстаканничек Подстаканничек Скань Советский Мельхиор Надо будет Конечно Аккуратненько Очищать Он идет Типа В позолоте Таким Я пользуюсь На работе Уже Очищенным Позолота К сожалению Сходит Ну Это может Не позолота Просто Какое-то Меднение Что-то Но Поиграться С ним Придется За 10 Шекелей Взял Поиграюсь Будет Пара К моему Ремушок Старенький Советский Тут Просматривается Пнина Фамилия Не Просматривается Ну Показалось Мне Что-то Какой-то Военный Старый Что-нибудь Такое Да На самом Деле Сын Посмотрел Он у меня В этом Разбирается Говорит Это Ремни Вроде Как Не Армейские А Те Кто Школу Заканчивал И проходили Какие-то Курсы Перед Армейскими Вот Такие У них Были Ремни Ну Ремушок Старенький Тут Лук Со Стрелой Гданья Написано Гданья Надо Будет Поизучать Что Он Хотя Тут И Бирочка Есть Куда Вкладывается Именное Брезентовый Поясочек Нина Была Не толстая Девочка Такой Ремушочек За 10 Шекелей Я его Взял 10 Шекелей Коробочка Моя Виш Коллекцион Бижутерия Ошейник Часики О Часики Кстати Идут Я не видел Идут Часики Моя Виш Джапан Не знаю Там Увидите Или Нет Джапан Кварц Не смог Пройти Мимо Понятно Что Это Бижутерия Ничего Такого Но Я думаю Все равно Своих Денег Она Стоит Пара Сережечек У нас Получается На Браслет Удлинители Если что Не Запасные Замки Замки Запасные Два Запасных Замка Замка Я Толком И не Смотрел Так Хапнул Зачем Запасные Замки Этот Застегивается Шикарно Замком Самим Удлинять Можно Самим Замком Дополнительным Делать Удлинение Ясно Такой Наборчик Я знаю Видишь Коллекцион Коробочку Принесли В магазин Подогнали Антимоль Почему-то Антимоль Хотя Мне кажется Что Коробочка УХЗ Советская Подчервей Цена 30 копеек Мне кажется Почему Антимоль Непонятно Но Она Не Пустая Израильские Значочки Интересные Всевозможные Из Стареньких Всякая Ерунда Естественно Какие-то Сердечки Варюте Клуб Еще Еще Один Танчик Израиль Изстежка Непонятно Непонятно Чего Это Решута Старенькая Хаяль Хаим В общем Куча Всякого Интересного Чем Потом Надо Будет Разобраться Приятно 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 Забрал Прошлые Разы Вот Кнопочка Точно Советская да да я такие помню целенький новенький еще мы тут пишем тип спв 220 вольт два проводочка сейчас мы попробуем применять только с кнопкой на 250 в что без кнопки нельзя попробовать применять только с кнопкой на 250 лучше спалим значит спалим я должен попробовать как нибудь так не бибикает может наоборот еще не бибикает может что-то надо покрутить я не достаю до бибиканье вот он должен стоять бибикает ясно как он должен ясно работаю все просто великолепно на кстати дома звонок подклинивает так что можно будет его просто дома поставить прикольный звоночек из прошлой жизни коробочка конечно разлетелась потом скрепим так что у нас дальше из интересного вот такое мне принесли за 50 шекелей взял я как любитель дома что-нибудь посверлить покрутить поломать на радость жене наборчик наборчик к этому наборчику макита я думаю за 50 шекелей достойно с аккумулятором с аккумулятором с зарядкой ну еще не проверял конечно не заряжал но за такие деньги просто прелестный наборчик просто ведь некуда дальше чемодан принесли вот такой типа сундук фигня конечно но поставлю буду наполнять какими-то монетами и самое интересное что принесли коробка коробка конечно убитая напрочь диапроектор пеллинг 500к розничная цена одной штуки 95 рублей без футляра номер прескуранта СССР ну все дела коробка конечно мертвая тут еще вот такие вот какие-то мастер непонятные мне тоже какой-то проектор наверно внутри зеркало цена цена 9 рублей современный шуруп вкручен сейчас потихоньку все вынимать сюда что мы тут имеем мы имеем это под пленку крепежка это еще один какой-то непонятный это обрезка я помню это обрезка люди это обрезать кадры под слайды свет включается вы видите пленку вы ее протаскиваете и вот этой штукой обрезаете да это я помню вот этим крутите пленочку подняли прокрутили кадр который надо обрезали и поставили в коробочку сделали слайдер это я знаю что такое и самое интересное коробочку убираем тяжелый просто коровы где тут вперед где с пеллинг 500к полуавтомат пеллинг 500к полуавтомат с объективом триплет 5 2,8 на 100 что мы имеем механизм работает в одну сторону переключаем не тут переключаем работает в другую сторону можно продвинуть наверно да так здесь у нас крышечка открывается сюда вставляется вот этот под пленку вот так он вставляется тут есть паз здесь вход под паз объектив у нас выдвижной наводим на резкость по дальности это пленкой мы крутим пленку то есть диафильмы за что я мечтал очень давно сейчас покажу почему значит проектор работает это очень радует состояние идеальное коробка только убитая сейчас мы его включим вентилятор крутится свет идёт вот то что я говорил зум ближе дальше какой-то бы белый листочек я бы попробовал показать что-то тут есть вот вот близко наверное очень о фотография какого-то дяди я думаю вон там чего-нибудь видно сработало назад пустота не знаю видите там что-нибудь нет думаю что-нибудь увидите так это назад пустота отключаем отключаем там так шумит всех зрителей распугаю так в общем здесь у нас все шикарно это очень радует это очень радует сейчас отключим потому что примерно полгода назад мне подогнали вот такую коробочку в коробочке вот так диафильмов теперь их надо привести в порядок и посмотреть Укрдиафильм Киев цена 30 копеек диафильм вот так смола интересно что же там да? мне интересно причем здесь смола и что же это за смола экран шо экран? азбука мох та мохнатая азбука? непонятно что это мохнатая азбука бред какой-то гоиза и скрипка вот я такого даже не знал что это такое белый клык о белый клык да это что-то известное для детей как лиса научилась летать ха-ха-ха 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 жесть ха-ха-ха-ха ха-ха-ха да жесть не то слово да жесть не то слово ну в общем вот такой наборчик мне подогнали буду с ним разбираться такие приобретения подгоны смотрите что можете подсказывать особенно по проигрывателю кто-то что-то может подскажет с этим буду разбираться что оно такое непонятное все, всем хорошего времени удачи